МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда друг человека оказался угрозой, собаку, как и её хозяина, напавшую в центре города на ребёнка, не нашли. Несчастный случай должен стать уроком для собаководов. От кнута к прянику правительство решило экономить деньги нарушителей правил дорожного движения. Ставки по штрафам в рамках безопасного города пересмотрят. Экономично и полезно. А ещё передвигаться на велосипеде становится теперь и модно. Новый велосезон открыли массовым веломаршем. Сопереживать главным героям и проникнуться традициями одной из самых выдающихся империй мира. На НТС стартует показ популярного сериала «Великие сельджуки» на кыргызском языке. И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте! В эфире новости в студии Елена Кобзева. 47 или 49 сумм за литр в зависимости от марки – не предел. В Ассоциации нефтетрейдеров предупредили, что в апреле ГСМ подорожает ещё. Так, по прогнозам специалистов, бензин может вырасти на 6%, а дизельное топливо – на 9%. Подорожание ГСМ с относительно недавних нестабильных цен увеличилось на 7-9 сумм. Похожие предположения нефтетрейдеров о подорожании до 60 сумм за литр могут оправдаться. В Ассоциации отмечают, что факторов роста цен два – увеличение отпускных цен на нефтебазах России и девальвация сумма. Закуп ГСМ производится в международной валюте, то есть в долларах. Ведь стоимость нефти в мире устанавливается также в американской валюте. По последним данным, нефть марки Brent стоит уже порядка 65 долларов за баррель. Нефтетрейдеры подчеркнули, что сегодня Кыргызстан получает топливо дешевле, чем мог бы. Поставки из России не облагаются экспортными пошлинами, чем если бы топливо привозили из Туркменистана, Азербайджана или Казахстана. Пропала собака и ее владелец, а именно та, которая набросилась на ребенка и женщину в центре города. Происшествие случилось еще 1 апреля вечером. Камера наружного наблюдения одного из объектов зафиксировала, как ротвейлер сорвался с поводка и бросился на детей. Он вцепился в ногу одному мальчику. По словам очевидцев, в это время человек, который вел пса, пытался бить его поводком. Разжимать челюсти собаки пришлось прохожим. Кроме ребенка пострадала еще и женщина. Животное поймать не удалось. Хозяин также скрылся. Мэрия просит помочь с поиском безответственного собаковода. И обращается к другим хозяевам питомцев с требованием соблюдать меры предосторожности. Подробнее Елисей Кирпиченко. В самом центре города, на пересечении улиц Абдрахмановой и Токтагула, 1 апреля вечером произошел страшный инцидент. Собака покусала 12-летнего ребенка и женщину, которая пыталась ему помочь. По словам очевидцев, собака была достаточно крупной. И на ней не было ни намордника, ни ошейника. Сам же пострадавший ребенок сейчас госпитализирован с рваными ранами в третью детскую больницу. Очевидцы говорят, что под вечер, когда дети возвращались из школы, по улице шел мужчина и еле как сдерживал своего питомца. В какой-то момент собака стала просто неуправляемой и бросилась на детей. Все это зафиксировала камера наружного наблюдения одного из объектов. Люди стали подбегать и оттягивать. У хозяина, он сам не мог с ней совладать, потому что, как он говорит, последствия, это не моя собака, я просто шел мимо. Собака его не трогала, она просто грызла этого ребенка. Ну, честно, она минут 7 или 10 не могли. И две девушки били, и женщина с сумкой била, ей было все равно. В какой-то момент она отпустила, мы вот буквально все девочки все это видели. Она отпустила ребенка, ребенок быстренько пошел через забор, убежал вот так вот буквально к нам в магазин. А она переключилась на женщину, потому что та женщина стояла рядом. И продолжила вот буквально вот здесь вот женщина вот упала ворык. Животное поймать не удалось. Хозяин с места инцидента каким-то образом исчез и до сегодняшнего дня разыскивается. По данному случаю начато досудебное производство. По статье «Мелкое хулиганство». Отец ребенка написал заявление в милицию с требованием призвать к ответственности хозяина собаки за халатное отношение. В мэрии обратились с просьбой ко всем, кто знает владельца, сообщить им. И еще раз напомнили гражданам, чтобы гуливать собак, особенно бойцовых пород, нужно исключительно в наморднике. Впрочем, в мэрии говорят, что в городе обострилась проблема и с бродячими собаками. Более дешевых способов ее решать, кроме как отстреливать, пока нет. Отлавливать, чтобы после держать в приютах или же усыплять, требуются большие средства. Первопричиной того, что на улицах оказывается множество бездомных четвероногих, безответственность граждан. Взяли щенка, потом переехали. Надоел или не хотят больше содержать. Собака оказывается на улице, а после плодит других собак. Бродячие собаки для нас это проблема номер один в городе. Потому что в прошлом году от укуса собак обратились где-то 1975 человек. В этом году около 300 человек обратились. Кроме отстрела у нас другого выхода нет. У нас есть клематорий, находится тоже в Бишкекском санитарном полигоне. Мы отстреливаем собак и клематорий. Понимаете, вот дело в том, что наши тоже стреляют бездомных собак. А домашних животных мы не трогаем. У собаки есть намордник, отшейник. Тогда мы не трогаем бездомных собак. Сейчас в городе очень много. Но мы не посчитали, в районе больше 100 тысяч собак есть. Главврач третьей детской больницы говорит, что ребенок сейчас находится в стабильном состоянии. Под постоянным присмотром врачей. Рана зашита, переломов нет. Кроме этого, подростку сделана прививка от бешенства. При поступлении наши дежурные врачи моментально наказали медицинскую помощь. Все обезболили, промыли нашими хирургическими положениями. Рана промыта, вычищена, ушита. Выпускники и ребенок госпитализированного в отделении травматолога третьей детской больницы. В данный момент, на сегодняшний день, состояние ребенка стабильное. Ухудшения нет. Рана чистая. Воспаления нет. В данный момент он получает лечение. Рана с диагнозом множественной укушенной раной в области правого бедра. В Бишкекской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности отметили, что напавшего на мальчика Ротвейлера нужно найти и проверить на бешенство. По данным ведомства, ежегодно более 15 тысяч собак в городе проходят вакцинацию от бешенства и других опасных болезней. Также проводятся профилактические мероприятия. Однако не все собаководы соблюдают требования безопасности. Еще никто не был привлечен к ответственности за то, что водил собаку без намордника и ошейника. Не сложно догадаться, что это происходит, потому что ни один надзорный орган за этим не следит. Когда люди выводят собаку на улицу, они обязаны сделать так, чтобы собака была в наморднике и в ошейнике. Ведь это в любом случае животное. Мы постоянно проводим разъяснительные работы по этому вопросу. И врачи подтверждают, что подобные случаи не редкость. В экстренное отделение травматологии то и дело поступают дети с аналогичными травмами. Так, два месяца назад девушку, проходившую мимо Бишкекского ботанического сада, искусали три собаки. Пострадавшая, которая получила серьезные травмы обеих ног, даже не знала, куда обратиться. Позже стало известно, что покалечили ее бездомные собаки. Бывают разные. Кусают бездомные собаки, уличные собаки. Кусают свои же собаки, во дворе, которые в частных центрах живут. Или на квартире, в которой живут, они кусают. При поступлении таких пациентов мы моментально оказываем первичную помощь медицинскую. Сразу, моментально передаем информацию ЦГСН. Оттуда и дальше они передают по месту жителей все в поликлинику. И дальше уже будут изучать собак. Естественно, стоит же на учет ветеринара, какие уколы получила собаки, пробивки от бешенства. Это все учитывается. Это все моментально, все быстро делается. Незамедлительно. 100 тысяч четвероногих беспризорников, которые могут переносить всякие разные инфекционные болезни, все еще несут угрозу таким же школьникам, как пострадавший ребенок, и взрослым. Но отстрел временно, как выяснилось, прекратили. Негуманно, бесчеловечно, безответственно за тех, кого мы приручили, заявили защитники братьев меньших. И потребовали прекратить живодерство. Мораторий ввели на месяц вследствие пикетов. Протестующие пообещали построить за городом специальный питомник для бездомных собак. Сумеют ли они организовать за этот период приют и поместить туда всю свору? Пока звучит сомнительно. Елисей Кирпиченко, Ирлан Кемельбеков, НТС. О текущем состоянии сотрудничества и перспективах между нашей республикой и республикой Кореи сегодня говорили президент Садыр Джапаров и спикер Национальной ассамблеи этой страны Пак Бен Сок. В ходе разговора они затронули вопрос не только политической и экономической, но и культурно-гуманитарной кооперации. Садыр Джапаров отметил, что пришло время вывести взаимные отношения на новый уровень. Кроме того, президент подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение форму сотрудничества Центральная Азия, Республика Корея. И заинтересован в реализации совместных проектов в его рамках. И таким образом увеличить товарооборот и объемы инвестиций. По словам Садыра Джапарова, корейский бизнес вполне мог бы работать в таких сферах, как гидроэнергетика, горнодобывающая и текстильная промышленность, транспорт, строительство туристических объектов, аэропортов и прочее. Пак Бен Сок подчеркнул желание и готовность корейской стороны к сотрудничеству. В частности, спикер поприветствовал инициативы кыргызской стороны по совместной работе в сферах образования и строительства. А также отметил, что вернуться следует и к другим направлениям, которые пришлось остановить из-за пандемии коронавируса. Между нашими странами имеется большой потенциал торгово-экономического сотрудничества. Данное направление является весьма перспективным, как для Кыргызстана, так и для Южной Кореи. Мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся увеличить объем торговли и предлагаем правительствам двух стран тесно проработать в данном направлении. Мы заинтересованы в присутствии корейского бизнеса в целях наращивания сотрудничества по ключевым направлениям. Желаю вам успехов в борьбе с заболеваниями. Мы готовы сотрудничать в этом направлении и далее. Кыргызстан является интересной для нас страной в плане сотрудничества. Вы обладаете богатой природой и всеми условиями для развития туризма. Мы готовы углублять наше взаимодействие. Объявлен окончательный список граждан, которые проголосуют 11 апреля на референдуме. По информации, которая появилась на государственном электронном портале Тезмега в Кейджи, это 3 млн 606 201 человек. Напомним, что плебисцит пройдет в один день с выборами в некоторые местные кенеши. Таковых насчитывается 448. В том числе 420 аильные и 28 городские. Для голосования за депутатов и партии подготовлено чуть более 3 млн 300 тыс. бюллетеней. Все они уже отправлены на участки. К выборам, одним словом, все готово. Ну а голосующим единственное, что следует не забывать, это паспорт и свое решение по определяемому вопросу. Тему продолжит Кубат Кубаначбекулу. За 10 минут устроил настоящий концерт с исполнением на 10 разных национальных инструментах. Общественный деятель, народный артист республики Курман-Газазык Баев таким необычным образом решил обратить внимание студентов на референдум, который состоится на следующей неделе. По словам Виртуоза, основной закон важен не только с правовой, но и с духовно-культурной стороны. Сегодня в Кыргызском национальном университете для 200 студентов была организована встреча с представителями Конституционного совета. Сразу же после выступления артиста, экономисты, юристы призвали молодое поколение сделать решающий шаг к созданию новой страны. Для того, чтобы я объездил 150 стран мира, мне пришлось все жанры изучить и стать среди сильных сильным. Значит, те, которые жанры, начиная, что такое фьюжин, авангард, какофония, экспресс-низм, экология, антиматериальный мир, романтизм, неоклассин, свинь, бибок, джаз, фольклор, классика, всю жизнь надо учить. Всю жизнь. От течения не отставать. Но без прошлого никогда не бывает новое. Свои корни, это наши предки, те оставили ценности. Что же изменится с принятием новой Конституции? Кажется, этот вопрос сейчас волнует практически каждого гражданина. И потому выступающие ответственно ознакомили собравшихся с самыми важными положениями новой Конституции, которые в будущем должны повлиять ключевым образом на дальнейшее развитие нашей страны. Уважение старших, почитание младших. То есть это вот наши ценности, на котором зыждилась, строилась наша культура. И вот мы должны в погоне, я бы сказал, за экономическим развитием, мы оставили в стороне наши ценности, наши национальные ценности. И вот сегодня время настало, вот после 30 лет даже независимости, как слово, вернуться к нашим истокам, вернуться к нашим ценностям и развиваться в купе. То есть одновременно, как бы, наряду с экономическим развитием мы также не должны забывать наши национальные, скажу, наследия. Встреча студентов с представителем Конституционного совета далее продолжилась в формате вопроса и ответа. Парни и девушки, выстроившись у микрофона один за другим, задавали каверзные вопросы о значении, о содержании новой Конституции. Один из них студент четвертого курса, будущий экономист Сыркат Чаштелеков. По его словам, он участвовал и в предыдущем референдуме, где проголосовал за президентскую форму правления. Я бы хотел уточнить на счет 66-й статьи, а именно части 1, 2, 3, 4, где проголосовано, что президент Крымской республики отвечает персонально за деятельность правительства. И я бы хотел уточнить, отвечает он полноправно перед законом или у него имеются какие-то привилегии, или он будет просто отстранен от работы и оштрафован. Вот эта проблема крутая, она ни в коем случае, она не является параллельным органом. Эта проблема крутая, вот когда она возникла где-то 5-6-7 лет назад, в связи с чем? Потому что Георг Кукинеш не стал исполнять свои прямые обязанности, не стал заниматься законно-творческой деятельностью, не работал в интересах народа. И поэтому вот эта народная инициатива, она возникла с тем, чтобы создать какой-то народный контроль. До референдума и выборов депутатов местных Кенеши осталось ровно 6 дней. Сегодня опубликован окончательный список граждан, которые будут иметь право голосовать на выборах. Согласно информации, размещенной на государственном портале tizme.gov.kg, в референдуме примут участие порядка 3 миллионов 600 тысяч человек. Вакцинацию продолжит коммерческая партия «Спутника Ви». Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Алым Кадыр Бейшин-Алеев. По его словам, из бюджета решено выделить 215 миллионов сумм, чтобы закупить 500 тысяч доз. Эти вакцины не имеют отношения к обещанным 500 тысячам по линии гумпомощи от России. В Минздраве говорят, что стоимость препарата может быть от 7 до 10 долларов. Чиновники надеются договориться на более дешевую цену. Но приблизительным подсчетом этой суммы хватит на чуть более 350 тысяч доз. Тем временем, на сегодня врачи выявили 139 инфицированных коронавирусом. В Минздраве отметили, что это пациенты, у которых и лабораторно подтвержденный ковид, и внебольничная пневмония, поставленная как диагноз на основании клиника эпидемиологических показателей. Основная масса заразившихся приходится на столицу. Так, если в Чуйской области зарегистрировано 9 человек, по 3 человека на Иссыкуле и в Джалабаде, то в Бишкеке 123 больных. Всего по стране на стационарном лечении находится около 650 пациентов. На амбулаторном – 774. Есть один летальный случай. За период пандемии с марта прошлого года число жертв ковид достигло уже 1507 человек. Заболевший скончался в Бишкеке. В целом, по словам санэпидемиологов, столица с каждым днем становится все большим рассадником инфекции. Минздрав сегодня сообщил, что установит дополнительные 110 коек в нацгоспитале и еще 55 в объединенной Чуйской областной больнице. Ирония судьбы или форс-мажор, в результате которого серьезные финансовые неприятности легли на плечи двух ребят. О происшествии со сгоревшим тралом в Чуйской области стало известно на выходных. Но тяжеловоз и семь загруженных на него машин до сих пор стоят на прежнем месте. Эксперты проводят свою работу для установления причин пожара с автовозом. Ведь хозяева сгоревших машин требуют возмещения ущерба с перевозчиков. Трал, как оказалось, частный. Принадлежит не фирме, а двум нашим соотечественникам. Последние от ответственности не уходят и обращаются за помощью к тем, кто с пониманием отнесется к их ситуации. Ширина Мурканова подробнее. По данным МЧС, вызов поступил ближе к полуночи. На месте работали три пожарных расчета. Если огонь локализовали в час 05 ночи, полностью потушить пожар удалось лишь 43 минуты спустя. От грузовика остались лишь покореженные железяки. Так же, как и от машин, которые он перевозил. Автотрал должен был доставить в столицу к их владельцам семь автомобилей марок Хонда Фит, Хонда Степвагон, Тойота Альфард и Тойота Камри. Отчего произошло возгорание, сейчас пытаются установить эксперты. И потому сгоревшие авто до сих пор стоят на месте происшествия. Практически весь путь проехали хорошо. Никаких неприятностей, никаких технических палаток не возникало. Видимо, так было суждено. Едва я передал руль своему племяннику, произошел пожар. У Розмамад Кудайбердиев вместе с племянником Белеком Атакуровым дальнобойщики. На рейсы выезжают вместе. Говорят, этот трал они приобрели совсем недавно. Оформили в рассрочку, оплатив только первоначальный взнос. Стоянка была уже недалеко. Мы думали, что по приезду поедем домой, выспимся. И потом развезем машины своим владельцам. За пять дней до пожара трал выехал из России, а именно из Самарской области. Но когда до места назначения оставалось всего два километра, трал вместе с семью автомобилями сгорел полностью всего за десять минут. Я подтянул седло. Сделал это и побежал в кабину водителя. Завел машину и пытался поехать. Но из-за того, что сгорели патрубки, коробка перестала работать, и машина не могла сдвинуться с места. Когда я хотел выйти из кабины, с левой стороны она уже начала гореть. Мне пришлось выпрыгнуть с другой стороны. Я подбежал и хотел разъединить тросы. Но впереди было затянуто слишком того. К этому времени Камри полностью сгорела. И огонь подобрался к фиту. Тогда я перешел на ту сторону и пытался снять другой трос. Но у меня не хватило сил. В этот момент огонь уже был слишком близко. Так что я обжег левую часть лица. Когда я пытался завести третью машину, Тойоту Альфрат, меня потянул назад Оразмамат. После чего произошел взрыв. Мне чудом удалось спастись. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но обычный рейс не только поставил под угрозу жизнь обоих водителей, но и стал причиной больших финансовых потерь перевозчиков. Ведь помимо основного долга за трал, придется возместить ущерб владельцам автомобилей. Вкупе это примерно 65 тысяч долларов. Это был всего второй рейс трала после покупки. К сожалению, из-за такой ситуации, непредвиденной, форс-мажорной, мы вынуждены обратиться к народу Кыргызстана за помощью. Сейчас мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Дальнобойщики просят о помощи у всех неравнодушных людей, которые могут оказать им хоть какую-то малую финансовую поддержку. Номера счетов, на которые можно отправить деньги, вы сейчас видите на своих экранах. Ширин Омарканова, Турган Язов, НТС. Привозим мы, а зарабатывают посредники. Водители, которые доставляют уголь на ТЭЦ с разреза Кракичи, сегодня остановили свою работу. Причиной забастовки стал принцип поставки твердого топлива для теплоэлектроцентрали. Водители отмечают, что с месторождения они вывозят уголь по 900 сомов за тонну. А объект получает его уже по 1250. Компании-посредники, выигравшие тендеры, зарабатывают на деньгах, которые, как заявляют перевозчики, должны быть выплачены им. Они требуют, чтобы Кыргыз-Кумур работал с ними напрямую. Однако в предприятии ответили, что не могут этого делать. Заключать контракты с каждым отдельным водителем невозможно. Поэтому предприятия работают с фирмами. Бишкекская ТЭЦ в год потребляет более 1 миллиона тонн угля. При этом более половины этого объема, 680 тонн, завозится из месторождения Каракичи. Мальчика, который пропал под лавиной Валаи, продолжают искать. В МЧС рассказали, что еще в пятницу в Валайском районе Оржской области сошла снежная масса в горах. В это время на склонах находилось стадо скота, за которым приглядывал 14-летний мальчик. После ЧП ребенок пропал без вести. На его поиски со вчерашнего дня отправились 30 спасателей, 10 милиционеров и около 70 жителей села Терек. Работы временно остановили в связи с наступлением темноты и сегодня с утра их возобновили. Кабмин согласился на требования водителей снизить размеры штрафов за нарушение ПДД. А согласились ли инвесторы, которые предоставляют камеры видео и фотофиксации для регистрации нарушений со стороны водителей? Первый этап безопасного города реализовывал российская Вега при ставке в 211 и 220 сомов за каждый факт нарушения. Вторую фазу реализовывает китайская Шэньчжэнь Интеллижент при условии 110 сомов за каждую фиксацию нарушения. В компаниях заявили, что снижение штрафов – вопрос правительственной компетенции. Сколько угодно, лишь бы соблюдался их интерес. В ГОБДД республики отмечают, что на оборудованных перекрестках камеры снизили ДТП на 60%. Сдерживающим фактором для водителей выступают как раз денежные взыскания. За более чем два года с момента запуска проекта «Безопасный город» зарегистрировано более 2 миллионов нарушений правил дорожного движения. Около 70% водителей оштрафованы. На общую сумму свыше полутора миллиардов сомов. На сегодняшний день максимальный размер штрафа составляет 17,5 тысяч сомов. Минимальный – тысячу сомов. Водители и правозащитники говорят, что сейчас как никогда есть необходимость снизить эти ставки. По их мнению, штрафы превышают доходы многих людей, живущих в нашей стране. По их словам, таксисты изо всех сил пытаются свести концы с концами, как и работники маршруток. Наши штрафы даже минимальные, очень близки к сумме, которую человек тратит в неделю на продуктовую корзину. Штрафы не должны превышать 5% средней заработной платы гражданина. Так это работает во всем мире. А жизнь дорожает с каждым днем. Социально значимые продукты питания, такие как сахар, мука и растительное масло, уже не по карману среднестатистическому жителю. Это и стало основной причиной, в результате чего вопрос о снижении штрафов за нарушение правил дорожного движения отправлен на пересмотр. В зависимости от конкретного нарушения – снижение от 30 до 70%. Впрочем, эксперты отмечают, чтобы мера была справедливой и эффективной, к этому делу нужно подходить точечно. Так лучше увеличить штрафы и ужесточить меры в отношении тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии и подвергает опасности человеческую жизнь. И, напротив, установить более щадящие тарифы по непринципиальным нарушениям, которые еще и обусловлены инфраструктурными пробелами наших дорожных сетей. Вот эти штрафы, когда принимали, это три раза было изменено. Третий раз вот эту сумму штрафов оставили. Все штрафы уменьшить тоже нельзя. Например, в нетрезвом состоянии – это 17 500, это очень мало. Можно увеличить. Авто-хулиганство есть. Ну, таких – это умышленные действия водителей. Это можно еще увеличить. Добавить можно штраф. Есть штрафы, которые иногда бывают, иногда случайно, например, если сплошную линию, пересекать нельзя. Иногда транспорт в аварийном состоянии могут остаться. Иногда троллейбус иногда оставляют, а придется нарушать. Вот такие нарушения элементарные можно, конечно, уменьшить. Стало известно, что в ОБДД поручили разработать документ о снижении размера штрафов, согласно решению, которое было принято в правительстве. Ожидается, что он будет внесен в Дюгур-Кутинеж после подписания премьер-министром. Депутаты также смогут предложить ряд изменений. ДТП, которые происходят сегодня на наших дорогах, это в основном ДТП в местах дорог без видеонаблюдения. Там, где есть фиксация, аварийность снизилась на 60-65%. Увеличение количества дорожных транспортных происшествий происходит из-за обгона или из-за переезда по обочине дороги, выезда на встречную полосу и столкновения со встречным транспортным средством. Я лично считаю, что сумму штрафа за нарушение угрожающей жизни надо увеличивать. Отметим, что вторую фазу проекта «Безопасный город» в ближайшее время запустит китайская компания «Шэнджэн Сэнвин Интеллэджент». Общая стоимость проекта – 2 миллиарда 654 миллиона сомов. Согласно договору, китайская компания вернет эту сумму в течение пяти лет. За каждое нарушение, зафиксированное их камерой, компании будет перечисляться по 110 сомов. На сумму штрафа это никак не повлияет. Веселые, спортивные, а главное, объединенные любовью к веловъезде. Бишкек открыл велосезон 2021. Массовое мероприятие состоялось накануне в столице. Собрало несколько сотен велосипедистов, как простых любителей катания на этом двухколесном транспорте, так и профессиональных велонаездников. Десять с небольшим километров одолели практически все. Проехав часть пути по велодорожке, оставшиеся преодолевали вверх в горы. О том, как увлечение может приносить удовольствие, здоровье и экономию денег, расскажет Елена Яковлева. Столько велосипедистов вместе город не видывал с осени прошлого года. Соскучились. И уже на старте крутить педали, чтобы доказать другим горожанам, как это здорово. Перейти на экологически чистый транспорт, пользуясь для здоровья, фигуры и экономии кошелька. В Бешкеке накануне прошел массовый веломарш в честь открытия нового велосезона. И, как сообщили организаторы, уже 14-го, среди участников от мала до велика. Велосообщество, говорят, завсегдатой растет. Шесть лет закрытий, да, и открытий. Кроме 2020 года, когда был коронавирус. Мы очень-очень скучали. Но на закрытии были. Я участвовал в таком открытии? Нет, нет. Мотивация переходить на двухколесный способ передвижения в этих довольных лицах. А еще в подорожании ГСМ и СМОГе, который уже стал угрозой для жизни города. Настроение у велосипедистов очень было боевое. Погода заезду благоволила. Мероприятие традиционно было организовано едва ли не главным пропагандистом велоспорта столицы, Ярославом Юзефовичем. Многие его знают как лидер федерации велоспорта и велотуризма. Создатели союза любителей велосипедной езды. В этот раз активную поддержку оказала и мэрия. И разрешите мне поздравить всех с Днём физкультурника, всех спортсменов. Поздравляем! Я надеюсь, что спорт, физкультура всегда будут нас сопровождать. Даже во время пандемии мы знали, что спорт – это здоровье, это семья, это любовь. Я очень рад, что все разогрелись перед этой поездочкой. Так что все, кто рад, открытию велосезона давайте дружно крикнем «Ура!» Погода сегодня тёплая, всё здорово, всё классно. Ну и хотелось бы последнее, теперь неважное сказать. В прошлом году сезон мы не открывали, к сожалению. Коронавирус и все дела. В этом году как смогли, так смогли. Всем спасибо! Через пять минут старт! Сегодня принимают участие не просто люди, которые любят кататься на велосипеде, но и профессиональные спортсмены, которые много лет занимаются. В том числе и молодежные организации, которые тренируются для участия в серьёзных спортивных мероприятиях. Например, эти участники в яркой командной форме из велоклуба «Золотые колёса». Существует он с 1976 года. Из основной команды человек 5 работают, 3 года занимаются, остальные все 2 и меньше. Старшие проезжают полноценную тренировку, 40 и дальше, а новички и меньше, они сколько тренеров скажут. Старт дан! Веловодители дружной толпой отправились в путь согласно заданному маршруту. А он, к слову, на этот раз был более чем удобный. Не пришлось перекрывать городские улицы, так как от места сбора и старта, парка «Одинай» близ Аэропортинского озера, велосипедисты организованно могли ехать вверх по проспекту Манас до самого ВДНХ по велосипедной дорожке. Больше бы таких отмечали участники и безопасно, и не создавая помех автодвижению. Дорога пролегала далее через село Артасай. Ну а финишировали велоучастники на Артасайских холмах, где открытие велосезона 2021 года отметили небольшим пикником. Елена Яковлева, Достанчик Шилыков, НТС. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Далее вас ждёт прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!